32 миллиарда в тенге – это сумма неправомерных государственных закупок, иначе говорят, тендеров с нарушениями, в том числе коррупционными. Такую цифру озвучил министр финансов Бола Джамишев. Чтобы обходить коррупционные схемы во время аукционов и конкурсов, госорганов и нацкомпаний, будет введена новая форма госзакупок и создан единый организатор. Правительство будет строго отслеживать результаты, сообщил министр. Основные закупки, которые касаются бюджета развития и которые будут осуществляться через организатора закупок, будут осуществляться под председательством, комиссиями, под председательством министров и по местным бюджетам Акимов. Выделяется 100 тенге. Из них, для того, чтобы выиграть этот объем работы, уходит 10-15 процентов для того, чтобы ввести в эксплуатацию. Там уже до 30 процентов уходит на откаты. Таким образом, около 45 процентов уходит чиновникам. Юрист по образованию Толготомаров рассказывает. Но даже знание законов не помогает честным путем получить заказ от государства. А вот умение договариваться на разных этажах вертикали власти дорого стоит, рассказывает предприниматель. Вакцина Долбаева. Такое ноу-хау изобрели в Казахстане. Генпрокурор, по чьей фамилии назвали сыворотку правды, близко не имеет к ней отношения. Авторы говорят, что вакцина, в которую входит сок клюквы, ослиная моча, кумыс и экстракт овечего помета на корню уничтожит тотальную коррупцию. Автор уже презентовал чудо-средство главе Союза мусульман. Просит помощи в запуске вакцины в массовое производство. Гарантирует, что эффект для чиновника, который ее примет, будет необратим. У него будет появиться реакция отторжения, очень ярко выраженные аллергии, головные боли, судороги, эпилепсические припадки, как только он прикоснется к взятке или вообще дает разговор о коррупции. Вакцина – хорошо, но принудительное лечение чиновников все-таки эффективнее. Победит вирус коррупции одним лекарством вряд ли получится.